Карнатава. Большой хищный динозавр, который жил на территории современной Аргентины примерно 70 миллионов лет назад. Ящер был ростом со слона и весил как автомобиль. В переводе с латинского языка его имя переводится как плотоядный бык. Этого массивного любителя мяса прозвали так за пару небольших рогов над глазами. Глаза динозавра были очень маленькими, что говорит о плохом зрении. Крупные ноздри свидетельствуют о хорошем обонянии, карнатавр находил жертву в основном по запаху. Передние конечности были небольшими и бесполезными. Ученым удалось найти почти полный скелет и отпечатки кожи взрослого карнатавра. Благодаря такой удачной находке палеонтологи довольно хорошо изучили строение тела динозавра. Они сделали подробный макет скелета карнатавра в натуральную величину. По маленьким рожкам над глазами карнатавра легко отличить от других хищных ящеров. Ученые выдвигают разные гипотезы насчет их назначения. Карнатавр не мог пользоваться рожками как оружием, они были слишком маленькими. Зато самцы могли привлекать с помощью такого украшения самок. Кроме того, по роговым выростам эти динозавры могли отличать собратьев среди других древних рептилий. Динозавр передвигался на двух длинных ногах. Он был одним из самых быстрых среди крупных хищников своего времени. Карнатавр вполне мог догнать даже небольших шустрых животных. Длинный и мускулистый хвост служил противовесом крупной голове и помогал поддерживать равновесие. Динозавр набрасывался на потенциальную жертву и хватал ее зубами, стараясь обездвижить. Ученые предполагают, что иногда карнатавры могли собираться в стаи, чтобы охотиться на крупных зауроподов. В пасти карнатавра было много мелких зубов, которые хорошо подходили для отрывания кусков мяса. Нижняя челюсть ящера была слабая, хотя укус, сделанный острыми зубами, был молниеносным. Динозавр почти не жевал пищу, а целиком заглатывал крупные куски мяса и мелких животных. И, казалось бы, вот он, идеальный образ хищника. Солидные габариты, гигантская пасть и даже демонические рожки – все при нем. Портит картину лишь одно маленькое 25-сантиметровое но. Культяпки, которые смотрятся особенно нелепо на фоне мощных задних ног, по своей импотенции переплюнули даже тираннозавра. Несмотря на всю свою гопническую натуру, именно благодаря карнатавру ученым удалось выделить отдельное семейство – абелизаврит, куда вошли все хищные динозавры с мордой как у мопса, дьявольскими рожками и лапками-культяпками. Так что давайте все дружно поблагодарим карнатавра за вклад в науку.